Друзья, сегодня мы отправляемся на один классный остров, называется Скиатус. Он находится примерно между Афинами и Салониками. Мы взяли билеты на паром прямо из города Салоник. Друзья, поскольку билет на паром на машину стоил 100 евро только в одну сторону, соответственно, 200 евро отдавать за машину не очень хотелось, поэтому мы решили сэкономить и взяли билет на наш скутер. Поэтому мы ближайшие три дня путешествуем на скутере. Это в принципе новый опыт, потому что мы без города никогда и не выезжали на скутере. Из минусов сразу отмечу ограниченное пространство под сумки, рюкзаки и так далее. Мы будем сидеть в самолете. Паром классный, как ракета идет, там три часа или четыре. Кстати, на этом острове находится пляж, который входит в тройку лучших пляжей Греции. Мы его и посмотрим. Все мы отчаянием. Обожаем морские путешествия. Субтитры создавал DimaTorzok Мы прибыли на остров Скиатхос. Сейчас мы находимся в его главном городе, в столице. Как он называется? Скиатхос. Столица Скиатхоса называется Скиатхос. По сути, это один и единственный населенный пункт на этом острове. Все остальные это совсем малюсенькие деревушки разбросанные по побережья. Кстати, остров Скиатхос довольно небольшой. Его протяженность береговой линии примерно 44 километра, а население составляет 6000 человек. Причем 5000 живет именно в этой столице острова Скиатхоса. Мы отправлялись рано утром, поэтому мы захватили с собой курточки, джинсы, потому что работает кондиционер на пароме. Друзья, да, главный совет. Если путешествуете морем, август, не август, жара, не жара, не важно, берите кофты. Во-первых, на палубе будет комфортно, особенно с утра. Ну и во-вторых, кондиционеры везде шпарят, будь здоров, можно и замерзнуть. Ну и кофты это всегда еще и подушка, если нужно. Ну мы поехали. Скиатхоса Говорят, что даже иногда опрокидываются мотоциклы, упадают люди. В общем, здесь даже есть табличка, предупреждающая об этом, поэтому будьте аккуратны. Ну мы сейчас ждем как раз одного из этих, который прилетит. Пока непонятно, когда он будет, но пока ждем. Вот здесь прям буквально 20-30 метров взлетная полоса начинается. Идем к самолету. Плюс модика в том, что мы объезжаем вообще любые заторы. Дышим природой, прям чувствуется, ну по-другому ощущается все. Почему мы остановились? Надо чуть отдохнуть, жопа болит. Офигон. Офигон. От скутера. Друзья, плюсы скутера. Не стоишь в пробках, объезжаешь все. Намного ближе к природе, чем в машине. Прям вот как будто пешком идешь. В общем классно. Ну и самый существенный плюс, что не нужно искать паркинг. Приехал, бросил где попало и пошел по делам по своим. Просто ювелирная работа. На острове Скиафос очень много хороших пляжей. Ну мы конечно не будем распыляться, покажем вам самые лучшие на наш взгляд. Сейчас мы приехали на самый популярный пляж этого острова. Он входит еще в тройку самых лучших пляжей Греции. Этот пляж называется Кукунарьез. Друзья, на таком маленьком Скиафосе 13 пляжей с голубым флагом. Музыка. 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 Муузыка. Музыка. 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 В Греции почти полторы тысячи островов. Они все такие разные. Недавно были мы на острове Тасус. Кстати, кто не посмотрел еще этот ролик, ссылку оставим здесь. И вот сегодня мы находимся на Скиафусе. Здесь мы были 6 лет назад. Об этом острове остались самые положительные впечатления. Так хотелось это все повторить. Сейчас сижу, смотрю на эту всю красоту и очень счастлива от того, что ожидания оправдались. Здесь очень классно. Рекомендую, приезжайте сюда на отдых. Друзья, сейчас окунулся здесь в воду. Прямо идешь, песок, как будто там серебром подсыпан. Такие блески прям. Вода чистая-чистая, песок. Песок плотный-плотный, то есть даже мут, не видно мут никакой. Чуть заплыл, там вообще даже дно видно полностью. Просто бомба. Пляж Кукунарьес, на котором мы сейчас находимся, считается одним из самых красивых пляжей острова Скиафус. Находится он на юго-западном побережье острова. И носит свое название благодаря хвойным деревьям, которые растут здесь на побережье. Сам пляж очень протяженный. И уникален тем, что он находится рядом с сохраняемой заповедной зоной, где некоторые виды птиц выводят свое потомство. Ты находишься в сосновом лесу, под тобой золотой просто песок, чистейшее море. Просто замечательное место. Сам пляж очень живописен. Его песок отливает золотом на солнце. Такое ощущение, что он перемешан просто с миллиардом перламутровых крошек. Очень красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вода вообще класс. Все прозрачно, видно как бассейн. Отдохнули на этом пляже. Бомбический пляж. И сейчас мы поедем, заселимся в гостиницу, немножко вещи бросим. Мы поедем в город, найдем что-нибудь перекусить, покушать. Ну и прогуляемся заодно по городу. Единственный недостаток, который мы нашли на этом пляже, это иголки, которые перемешаны с песком. Они впиваются в ноги. Тут постоянно видишь отдыхающих, которые достают их из своих пяток. Не знаю, я вон ходил, ничего. До сих пор иду к бассе. У тебя, видимо, не такие нежные пяточки. Ну, вообще-то нежные. А вот и наш домик. Ого! Далековато от города, но у нас скутер. Зато в горах на возвышенности. Посмотри, какой отсюда вид открывается красивый на город. Мы заселились в глухомане, так сказать. Но зато здесь тихо, только кондиционеры слышали. Пойдемте. 180 евро за две ночи. В принципе, в общем-то, все чистенько, красиво. Ну, так по-деревенски. И мебель, видно, что новая. Ну, стены наши, родные, греческие. Мы уже говорили, что мы заранее, по сути, ничего не бронируем. Но в этой поездке мы сделали исключение. Потому что это остров. Здесь все ограничено. И все-таки жилье лучше забронировать чуть заранее. В общем, у нас здесь такой нормальный сад. Здесь прям выход в горы, вообще. Здесь лес прям в горы. Там даже ослы какие-то ходят. Ну, это, по крайней мере, душеводные. Поговорил с парнем, который зазывает. Гриль. Ну, сувлаки, гирос. Первое, с чего он начал, что это лучший гирос на всем острове. Он, как оказалось, с Вери. Ну, почти земляк наш. Рядом с Салониками. Кстати, мы снимали ролик про Вери. Там процветущие персиковые сады. Очень красиво там. Оставим ссылку. Посмотрите. Ну, что могу сказать. В принципе, по ценам посмотрел я здесь в центре. Чуть-чуть дороже, чем в Салониках. Ну, как бы не сказать, что здесь какая-то мега наценка. Конкуренция большая. Очень много магазинов. Мы пойдем в Шашлычную или в Таверню. Пока еще не определились. Скиапус является одним из самых очаровательных греческих островов. Даже прогулка по запутанным улочкам городка может стать увлекательным путешествием. По сути, в центре города здесь проходит одна центральная, так называемая, улица. Названная в честь греческого писателя Пападья Мандис. Ее разветвляются в разные стороны паутины и узкие улочки. Отличительной особенностью этого городка является его архитектура. В едином стиле это выбеленные дома, деревянные ставни, причем их красят в ярко-синий цвет. Покраску домов обновляют несколько раз в год, чтобы поддерживать их в таком белом состоянии, вот как они есть сейчас. Очень красиво. Вообще, друзья, это не случайно, поскольку сегодняшний флаг Греции был придуман именно на острове Скиапусе. Это идея островитян. Поэтому все сине-белое, видите? Молодец, вспомнил, ты посмотри. Молодец, вообще. Пятерка тебе. А ты сейчас сегодня такой прям в синий, прям как этот под Скиапус оделся. Нет, как бы. Готовился? Пошли, ладно. Хорошо, что не отбухла синий. Обратите внимание на название кафе «Мама Мия». Вы знаете, почему? Здесь это название на слухов, потому что на этих островах Скиапусе, Скопилосе снимали мюзикл «Мама Мия». Даже есть такая дневная экскурсия вокруг этих островов к следам съемки этого фильма. Кстати, есть открытый гемтеатр. «Мама Мия». Это вообще моя любимая синий. Видишь, это дом-музей. По-подьям Альбисе. Какая знаменитая личность. Аэропорт в честь него, улица в честь него, дом-музей. Можно было ждать часами по этим запутанным улочкам. Город просто изумительный. Но они видят, мы голодные. Принесли нам специальное хлебо побольше. Все, друзья, мы просто вымотанные во все углы. Мы сейчас, наверное, покушаем и пойдем спать. Мы купили билеты на морскую прогулку вокруг острова. И там пару пляжей, до которых нельзя добраться с суши. Завтра мы отправляемся туда, будем вам тоже показывать. Не много заказал вообще? По-моему, не много. Друзья, как обычно, Лариса заказала все. И пока камера была выключена, все съела. Поэтому мы сейчас едем домой отдыхать. Нет, в городе, конечно, хорошо, но сюда приезжаешь, да? Реальная тишина. Тут высокогоре. Тут так хорошо. Вообще-то мы поселились в настоящей деревушке. Здесь по территории ходят курочки. Ослы. Но ослы здесь не ходят. Здесь где-то, кстати, недалеко ослиная ферма. Поэтому мы как раз и слышали, как кричат ослы. Всем доброе утро. Сегодня мы на себе испытали поговорку, что значит просыпаться с утренними патухами. Будильник абсолютно не нужен. Мы едем сейчас в город, бросим там свой скутер, доберемся до порта пешком и там прыгнем на корабль. Вчера рано легли. Проснулись от того, что здесь петухи кричат. В общем, здесь такая деревня. Ну, хорошо, мы спали без кондиционера. Очень комфортно, прохладно. Воздух классный. В общем, мы поехали. Мы немножко обломались с поездкой. Мы хотели с 10 часов до 2 поехать в это путешествие. Но поскольку сегодня погода не позволяет, они говорят, что сначала делают замену на другой остров, там 2 часа. И типа после обеда погода может быть успокоится и тогда продолжим путешествие. Соответственно, нас это не устраивает. Ребята, с 10 утра до 5 вечера вы с ума сойдете на лодке. Сейчас мы идем сдавать билеты. Попробуем, чтобы нам вернули деньги. Ну все, мы забрали деньги, друзья. В общем, все нормально. Ну, куда-то поедем сейчас, решим. Пошли. Мы сейчас находимся возле небольшого полуострова, который называется Бурзи. Он разделяет порт города Скиафос на старую и новую часть его. Здесь находится очень такое важное сооружение. Это крепость. Там, где есть какие-то примечательные места, можно найти всегда такие таблички, где рассказывается небольшая история об этом месте. Эта крепость довольно старинная. Она была возведена выходцами из Генуи в 1924 году. Были вокруг сооружены высокие стены, которые точно повторяли рельеф этого полуострова. В 17 веке она была полностью разрушена. И долгое время находилась в состоянии руин. Даже в таком полуразрушенном состоянии крепость сыграла значимую роль в защите острова. Сейчас здесь находится культурный центр, где проводятся разные мероприятия. А также здесь можно найти морской музей. Здесь даже есть памятник морякам. Слова из проследения по подиамантице. Просто здесь все завязано в этом писателе. Очень известная личность. Мы сели в кафе на этом полуострове. Здесь все в соснах и с трех сторон море. Мы теперь смотрим, как прибывают пароны, садятся самолеты и отходят яхты. Очень классно здесь. Представляешь, как я тут планирую наши с третьими поездки? Я даже не хочу вникать, куда мы там едем. Такой остров бомбический. В каждом уголке острова кипит прям жизнь. Очень такая необычная атмосфера острова. Мы просто влюблены в это место. Всем рекомендую приезжать, посмотреть. Очень классно. Вот, можно сказать, что это ближайший пляж, который находится возле города. Прямо возле крепости Бурдзи. Есть даже организованный спуск, поскольку здесь камни. В 41-м году подводная нотка. Подбито было. Утонулись. Им памятник поставили. Вот классное место. Ох уж эти улочки в городе, друзья. Очень красиво здесь. Все ухожено. Прямо супер. Нашли замену дневному круизу. Сейчас мы отправимся в круиз на такой мини-подводной лодке. Кстати, на этой подводной лодке мы не смогли покататься, когда снимали поселок Никите в Калкидиках. Кстати, кто не смотрел поселок Никите, наш обзор, оставим ссылку здесь и в описании к видео. Посмотрите, суперски. Ну и мы ждем эту подводную лодочку, чтобы посмотреть, как там камни, рыбки и так далее. Сейчас поедем. Сейчас мы попадаем в Калкистону. Я и в Калкистону. Мы поплывем вдвоем. Ну, если никто ничего не купит, то мы же. Ну, мы уже отплываем, походу. Капитан корабля сказал, что мы же в любой момент выйти на палубу, посмотреть, что там творится наверху. Отплываем. Ну, представь, как люди на подводных лодках вообще. Ну, они не видят. Вот этого еще страшно. Целые джунгли из водорослей. Когда мы показываем какую-то съемку с дрона, в море видны такие темные пятна. Ну, это как раз и есть это скопление водорослей. Ну, вот останки лодки. Такие лучи солнечные. Тут вообще реально глубоко. Как твои впечатления? Вообще, конечно, красиво. Супер. У меня такое ощущение, что здесь такие стекла, которые увеличивают немного. На самом деле, мы не так близко подходим. А так мы уже, наверное, сто раз бы столкнулись с чем-нибудь. Мы сейчас дно зацепим. Да нет, это просто так кажется. Здесь прохладно, кондиционер. Я не представляю, если были все места заполнены, конечно, вдвоем очень выходит. Пространство, в принципе, не такое же большое. Красиво. Вау. На острове Виски Авкус нет ни одного промышленного предприятия. Вы можете оценить вообще качество природы здесь, какая здесь атмосфера. Мы устроились повыше, здесь лучший обзор. Здесь везде есть достательные жилеты. Надеюсь, они нам не понадобятся. Я надеюсь. Мы прилично объехали. Ты очень красивая здесь, смотри. Прогулка прошла просто незаметно. 30 минут. Ну, было довольно интересно. Да, друзья, стоит. Второй раз навряд ли поплыл бы я туда. Может, по другому маршруту, да? Ну, так, в принципе, очень классно. Мы сейчас находимся возле самой почитаемой на этом острове церкви. Церковь Святого Николая. А почему она самая почитаемая и самая посещаемая? Потому что Святой Николай был покровителем моряков. Часовню Церкви Святого Николая можно увидеть в любой точке города. Именно отсюда открываются самые лучшие виды на город. Отсюда можно сделать отличные фотографии. Чтобы сюда подняться, нужно пройти по сети узких холочек и лесенок. Если у вас, конечно, нет транспорта, у нас спас Механаки наш, наш скутер. Это было намного проще. Но при подъем тоже очень живописен. И можете прогуляться. Поскольку здесь аэропорт, где-то три четверти острова, это зона вне полета дронов. К сожалению, сюда и попадает и сам город. Придется любоваться видом высоты птичьего полета с этой площадки. Отсюда, кстати, хорошо видно полуостров Бурнзи, где мы сегодня переходим с утра. Старый порт, где мы брали экскурсию на подводной лодочке. Ну и весь город, его центральную часть, где мы прогуливались. Присели отдохнуть. Хорошо в тенечке. Сегодня очень жарко. Поедем на пляж, наверное, отдыхать. Проваляемся. Друзья, в общем, мы катались, гуляли, спустились к одному пляжу. И решили все-таки все бросить, съемки, прийти, упасть на пляж и отдыхать прям до вечера. Кстати, мы вам хотели показать один классный пляж, называется Биг Банана. И чтобы дойти до самого пляжа, нужно пройти метров 500 по жаре, по открытой местности. Причем туда еще спускаться более-менее нормально, а обратно приходится подниматься в такую приличную горку. Такого дна, как на этом пляже, нет больше нигде. Поэтому это даже того не стоит. Мы вернулись, и я прекрасно отдыхаю. Да давай! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы сейчас прошли по набережной, она очень большая, в самом городе Скиафос. Все в ресторанах, в барах, причем они почти все битком. То есть на такой маленький городок и в принципе небольшой остров, я не знаю, сколько здесь приезжает отдыхающих, но это просто что-то неимоверное. Друзья, я город опустил. Друзья, в 3 часа ночи, мы идем спать, натанцевались, напились. Друзья, в общем сейчас утро, мы выселяемся из нашего отеля. Что можно сказать об отеле? Мы сначала пожалели, что не взяли в городе, ну типа там все под рукой. Но я вам так скажу, что настолько живой город, что там в час-два навряд ли уснешь, потому что везде народ, везде разговоры, какие-то тусовки, едят, кушают, пьют, веселятся и так далее. Поэтому идеальный вариант, я считаю, вот чуть выше от города, такое место на природе, ну прям как деревня, тихая, спокойная. Поскольку у нас есть еще полдня до парома, мы бы хотели подняться куда-нибудь в горы, повыше, посмотреть остров с высоты и надеюсь, что найдем интересное, вам покажем. Поехали. В глубине острова, чуть выше гора, находится большой собачий приют. Сюда приезжают люди, которые хотят помочь бездомным животным. Здесь можно приобрести разные товары, небольшие сувенирщики, календарики, сумки, футболочки, за какую-то символическую сумму, чтобы помочь бездомным животным. А также здесь практикуется выгул таких собак. В этот момент собаки очень счастливы, они чувствуют, что у них есть хозяин. И удивительно, людей очень много сюда приезжают. В общем-то, если будете на Скиафосе, обязательно сюда поднимите, сделайте свой вклад. Мы здесь вот сейчас поднимались, мы видели, наверное, человек шесть с собаками. И при нас еще один подошел, говорит, можно мне собаку типа выгулять. Очень много из них, конечно, иностранцы, вижу, что туристы. Не знаю, видите, у кого какой туризм, кто-то приезжает и с собакой погуляет. Собаки очень грустные, так просят, чтобы погладили, рука не привязает, чтобы погладить живот. Они видят гуляющих на свободе других своих собратьев. И я не знаю, у них какой-то начинается просто приступ, они все лают, гавка, но вообще-то очень замечательная. Собаки очень хорошие. Я взяла на память и сумочку из этого приюта, ну и помощь собачкам накормят. Ты видишь, какая картина? Они просто заныгают, тоже хотят. Примерно в 13 километрах от столицы острова находится в лесу один монастырь. С этим монастырем связана очень интересная легенда. Рассказывают, что один монах-отшельник нашел икону Богородицы, качающуюся на ветвях ели в лесу. Эту икону много раз уносили с этого места, но она каким-то чудесным образом возвращалась обратно. В итоге на этом месте был построен монастырь. Внешне обитель очень скромная, но внутри можно посмотреть старинные фрески, иконы. Эту Богородицу очень почитают на этом острове, поскольку она является покровительницей этих мест. И 21 ноября проводится большой праздник в честь этой иконы. Гуляя по монастырю, я обнаружила, что на разных табличках разное название. Здесь действительно указано по ноге кунистрия, что означает качающиеся. Но на другой табличке я увидела название по ноге кунистрия, что означает просто Богородица изображенная, нарисованная. Ну, то есть икона Богородицы. В общем, мы так и не поняли, на самом деле, реальное название этого монастыря. У всех своя версия. Друзья, ну, в общем, какая-то здесь неразбериха происходит с названиями монастыря. Ну, суть не в этом, монастырь стоит. Но истину мы не нашли. Пошли. Глубоко. Ну, да, почти все возле берега прискаются. Вот тут пляж, где мы были, Кукунарьез, он лучший вообще. Даже не стоит исследовать и другие, да. Ну, так есть только ради интереса. А вот именно, чтобы отдохнуть, покупаться, это лучшее место. Ребята, из-за того, что я видел, вообще, Кукунарьез, мне кажется, ну, реально, в Греции один из лучших пляжей. Мы тут сидим в ожидании нашего парома, мне почему-то так грустно, так не хочется отсюда уезжать, тебе хочется. Здесь так было здорово, мы отлично провели время. Классный остров. Замученный, но счастливый. Друзья, мы уже через 20 минут прибываем в город Солоники. Киаклус продал все наши ожидания. Это просто великолепное место для отдыха. Остров супер, живой, красивый, классная природа. Всем рекомендуем этот остров. Спасибо, что смотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому нравится, кому не нравится, ставьте дизлайки. Пишите основной комментарий, выражайте свое мнение. Всем пока, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok